Хоккейный клуб «Адмирал» в последнем матче домашней серии встречался с питерским СКА. Лидер чемпионата даже в гостях начал игру уверенно, ворота моряков в первые минуты буквально расстреливали. Один из таких бросков оказался голевым, отличился точностью датюк. Перед первым перерывом гости могли забросить еще, но не реализовали большинство, играя около минуты в формате 5 на 3. Во втором периоде «Адмирал» проснулся, однако все еще спала реализация. Выходы один на один и пару стопроцентных моментов приморцы не смогли довести до гола. Питерцы же шансы не упускали, на 37-й минуте Белов увеличил отрыв. Последний период моряки начали вновь не с той ноги. Почти сразу после свистка Гусев убежал один на один и забил с колен. 0-3. На эту шайбу ответить «Адмирал» все-таки смог. Казаков в сольном проходе через все поле разложил таки всю оборону гостей. Но одного гола было мало, поэтому хозяева пошли ва-банк. Сняв вратаря, забить не удалось. Зато по нелепой ошибке Веснювский приморцы пропустили еще одну шайбу уже в пустые ворота. Итоговый счет 1-4 в пользу СКА. Конечно, это одна из сильнейших команд по движению, по технике, по мастерству. Они наказывают буквально за каждую ошибку, поэтому нужно с ними стараться играть максимально строго. Но последние две игры с СКА и СКА, за исключением сегодняшнего первого периода, на мой взгляд, мы ни в чем не уступали этим серьезным соперникам. Нам отнес в актив второй-третье периода. Первый период мы, к сожалению, играли недостаточно, скажем, активно. Очень много давали свободы соперника. Соперник полностью владел инициативой в первом периоде. И еще хорошо, что мы пропустили только один гол. Теперь адмирал отправляется на выездную игру в Магнитогорск. Там 8 декабря приморцы встретятся с местным металлургом. Городской турнир по тэквондо прошел во Владивостоке. В соревнованиях приняло участие порядка 188 спортсменов из различных клубов краевой столицы. Как отметили в местной федерации тэквондо, несмотря на большое разнообразие единоборств в городе, этот вид спорта все еще пользуется огромной популярностью. Наш вид спорта развивающийся. Мы в городе пытаемся проводить и семинары, проводим выездные семинары. У нас и тренеры, и судьи ездят на рефреши, проходят семинары за рубежом, проходят семинары всероссийские. То есть это развивающийся вид спорта, который в данный момент в мире стоит на втором месте после футбола. Соревнования проходили по правилам кируги, то есть спарринги. На ковре встречались начинающие спортсмены в возрасте от 10 лет, а также тэквондисты из муниципальной специализированной детско-юношеской спортивной школы единоборств, которые, как и всегда, показали высокие результаты. Стоит отметить, что данный турнир поможет сформировать сборную команду Владивостока для участия в чемпионатах высших рангов. Прием заявок на участие в турнире по дворовому хоккею на Кубок главы города Игоря Пушкарева стартовал во Владивостоке. Традиционные соревнования будут проходить с 7 января по 1 марта 2017 года на муниципальных коробках и крытых хоккейных площадках. Турнир пройдет уже в седьмой раз. К участию в нем допускаются игроки, которые не являются профессиональными хоккеистами, а также не принимают участие в регулярных календарных играх и соревнованиях городского, краевого и более высоких уровней. В хоккейных баталиях смогут принять участие любители в возрасте от 16 лет и старше. По традиции состав команды не может превышать 22 человека, включая ее тренера и представителя. По условиям хоккеисты также должны иметь одинаковую форму. Для участия в турнире необходимо до 25 декабря отправить предварительную заявку на указанные электронные адреса. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.